Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение, потому что мы с вами сегодня на нашем канале начинаем прохождение новой игры под названием Механика. И да-да-да, это та самая игра, которую я обещал пройти, ещё когда начал прохождение Агата Найф. Именно эта часть на самом деле является как бы второй, несмотря на то, что вышла она первой. Всё будет происходить в том же самом мире, а некоторые персонажи нам даже уже знакомы. Поэтому устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. А перед этим, про чаёк, а у меня опять газировочка. Давайте, не знаю, слышали вы, вот так вот, ну стопудово слышали, давайте. Так, ну и вперёд, вперёд, ребята, начинаем. Я Ника. Мне 7 лет и я немного странная. По крайней мере, так говорят. Я всегда любил очинить разные вещи и вообще мастерить. Возиться со всякой электроникой и механизмами. Не выбрасывайте их, лучше оставьте их мне. В моём хобби мне всегда помогали книги. Хотя многие из них, по правде говоря, бесполезны. Но книги от техники просто чудесны. Бывает и так, что даже книги не в силах мне помочь. Тогда я выпиваю кружечку моей специальной смеси из коньяка и какао. Благодаря ей моё сознание подпроясняется. И мне сразу становится понятно, что я должна делать. Как прикольно наблюдать за её представлением, да? Когда мы с вами, так сказать, правильно всё прошли. В правильном порядке. Мы уже знакомы с коньяком этим и совсем очень круто. Мне не нравится в школе. Вместо того, чтобы учить нас полезным вещам, учительница попросту игнорирует нас. Она постоянно играет со своим телефоном и даёт нам тесты, которые может выполнить даже детсадовец. Большинство моих одноклассников не очень сообразительны. И моим родителям я тоже безразлична. Проще говоря, я чувствую себя немного одинокой в этом мире. Ну да ладно, хватит жаловаться. Я не хочу... Не хочу дорешивать этот бесполезный тест. Дорешив... Доделывать. Окей. Вы должны помочь мне выбраться отсюда. Тогда мы сможем заняться чем-нибудь более интересным на игровой площадке снаружи. Но сначала позвольте объяснить вам, как здесь всё устроено. Всё достаточно просто, вот увидите. Вы можете... Мы можем взаимодействовать со многими предметами вокруг нас. К примеру, с моим тестом, дверью или моей бесполезной учительницей. Ника, я всё слышу! Ну да ладно, продолжим. Когда вы взаимодействуете с человеком или другими объектами, появляются значки. Каждый значок подразумевает действие. К примеру, вы можете взглянуть на мой тест или забрать его. Открыть дверь, чтобы выйти из класса. А ещё мы можем поговорить с моей любимой учительницей или же посмотреть на неё. Ника, хватит бездельничать! И ещё кое-что, о чём вам следует знать. Итак, вы узнали, как разговаривать с людьми, но есть нюансы. Во многих беседах вы можете выбрать несколько вариантов. И таким образом поговорить о разных вещах. Чтобы увидеть все варианты, нажимайте на стрелочки, которые появляются во время разговоров. Как только вы выберете вариант, нажмите на него, а об остальном я позабочусь сама. Отлично, мы почти закончили. Теперь я покажу вам свой рюкзак, куда мы будем складывать найденные предметы. Чтобы заглянуть в него, просто нажмите на мою голову. О, выглядит по-другому. Итак, вот мой рюкзак. Я всегда ношу с собой три вещи. Ключи, флешку и фляжку. Если мы захотим передохнуть, то мы можем использовать ключ, чтобы вернуться в главное меню. Флешка позволяет нам сохранить прогресс. Каждый раз, когда мы приходим в новое место, наш прогресс сохраняется, поэтому не беспокойтесь. В моей фляжке специальная смесь коньяк с какао. У неё чудесный вкус. Когда я не знаю, что мне делать, я просто делаю глоток и протрезвев. Я сразу осознаю, что я должна делать. Вот так всегда. А ещё в моём рюкзаке есть значок, чтобы вы вдруг, если вы вдруг забыли, всё, чему я вас учила. Просто нажмите на значок с вопросом. И я быстро всё повторю. Отлично. Видите задний карман рюкзака? Там лежат все вещи, собранные нами на пути. В данный момент там только мой завтрак, контейнер с овощным пюре, гадость. Все собранные нами вещи будут лежать там, чтобы использовать что-нибудь. К примеру, чтобы отдать кому-нибудь контейнер, нажмите на него, закройте рюкзак. Чтобы закрыть рюкзак, снова нажмите на мою голову. После этого нажмите на кого-нибудь, чтобы отдать контейнер. Довольно просто верно. Вот и всё. Давайте займёмся чем-нибудь более интересным. Но это довольно сложная задача, поскольку мы всё ещё в классе. Поэтому давайте выбираться отсюда. Фух! Короче, ничего не изменилось. Единственное, что заметно, рисовка во второй части, которая на самом деле первая. Лучше. Ага, писька! Вот, лучше. Лучше сделано, но всё равно здесь всё выглядит приятно и интересно. Касательно фляжки. Это у нас замена великолепного, невероятного Сандры. Я так понимаю, да? То есть, если мы вдруг не понимаем, что нам делать, мы можем получить подсказку с помощью фляжки. Ну, а в остальном, никаких изменений, всё то же самое. Ну что ж, давайте начинать. Давайте начинать познавать этот мир. Различные части человеческого тела. Побудем в местах, в которые мы не смогли попасть, например, в следующей части. Которые первые. Рисунки с динозаврами. Мои друзья-художники. Мой тест, я не хочу его доделывать. Я не понимаю, как её зовут, но она классная. Пират. Привет. Привет. Я не помню её имени. Напомни-ка, как тебя зовут? Меня зовут Девочка-Пират. Вряд ли это её настоящее имя. Это твоё прозвище, да? Именно, но меня так часто называют Девочкой-Пиратом. Так часто называют Девочкой-Пиратом, что я уже и забыла своё настоящее имя. Забавное имя. Девочка-Пират. Мне нравится. Спасибо, классное ведь имя, правда? Мне оно тоже нравится. Это нелепое имя. Девочка-Пират. Ужасное имя, тебе не кажется? Ты ведь сказала, что оно тебе понравилось. А мне оно всё равно нравится. Давай сменим тему. Мне интересно, почему не повязка на глазу. Что случилось с моим глазом? Ничего, просто это круто выглядит. Ей должно быть неудобно. Ты носишь её постоянно? Да, красота требует жертв. Не очень практично использовать лишь один глаз. Видеть двумя глазами гораздо лучше, не так ли? Это да, но зато, когда она на мне, со мной играют и меня не обижают. Спрошу о чём-нибудь ещё. Похоже, она сломала руку. Ты сломала руку? Да, я сломала запястье, когда занималась брейк-дансом. Брейк-дансом? Ты умеешь танцевать брейк-дэнс? Не очень. Я ещё учусь. Я вернулась к занятиям, как только поправлюсь. Это так круто. Думаю, она танцует в команде. Ты танцуешь в команде брейк-дансеров? Конечно, ты никто, если танцуешь без команды. Я из команды тропических монго. Они прямо сейчас тренируются на игровой площадке. Так, ещё о чём-нибудь. Не буду ей мешать. Не буду тебе мешать. Увидимся на игровой площадке. Зубрила Фрэнки. Он зубрит весь год. Похоже, ты крайне сосредоточен, Фрэнки. Учительница Ника меня отвлекает. Она не учится сама, но... Она не хочет учиться сама. Она хочет писать у меня. Ника, оставь Фрэнки в покое. Ублюдок. О, это тот парень. Тупой пипец. Его зовут Вилли, он слегка медлителен. Да-да-да-да-да. Мы видели его в библиотеке. Помните, он рот постоянно открывал? Как дела, Вилли? Ясно. Моя учительница, бедняжка, от неё никакого толку. Здравствуйте, учительница. Чего ты хочешь, Ника? Я хочу сдать тест. Я уже решила тест. Ладно, оставь его на моём столе и идти на игровую площадку. Учительница, эй, не видишь, что я играю? Я буду ей досаждать Почему вы такая плохая учительница Спасибо, мне приятно А теперь иди отсюда сейчас же Так, еще Здравствуйте, учительница Хватит меня доставать иди на улицу Так, и действительно Команда невероятных бред О, Агата Интересно, как она выглядит, да, сейчас Так, хорошо, а так, а мы пришли отсюда Там делать нечего, уж поверьте Нет, мы пришли отсюда А, нет Бумага для Вытирания рук Хорошо Я забрала последний листок туалетной бумаги Сушилка для рук Не работает Еще больше плохо нарисованных граффити Засрали все Фу, блин Гадость грязная Теперь чисто Сияет, как новенький Ачивку получили Все покрыто дерьмом и рисунками И краской Тут вообще закрыто Это туалет Ладно Глядя на состояние этой двери Сразу можно понять Что не все знают, как рисовать граффити Действительно смешно Ку-ку Ника прикольно реагирует, да, ребят На разные такие события То есть она ржет постоянно Типа Ха-ха Это классно Я просто не припомню за Агатой такое Да, и мы можем бегать Причем очень быстро Это Агата Она очень серьезная И не любит разговоры Но она клевая Привет, Агата Привет, Ника Она выглядит очень усталой У тебя громадные мешки под глазами Ага, все благодаря моей бессоннице Интересно, а есть ли толк от того, что ты не спишь? И чем ты себя занимаешь, если не можешь заснуть? Работаю на своих родителей и мясников Маленькая девочка работает ночью Как по мне, так это детский рабский труд Да, я и не против Вообще, мне это нравится Она могла найти себе занятие повеселее А ты не думала заняться чем-нибудь другим? Да нет, мне нравится эта работа Я все время окружена животными и их мясом Давай сменим тему Судя по виду, она не спала целую вечность Когда ты в последний раз спала? Точно-точно не припомню, но я в порядке Спрошу о чем-нибудь еще Классная футболка Мне нравится твоя футболка Это кровоточащий хрякбук мясоедения Кстати говоря, забавно Да, что она уже сделала бога мясоедение Ну, понятное дело, да, то есть как бы Но общается с нами так, как будто мы не совсем подруги, да Вот, не учли они все-таки этот момент Мясоедение? Мясоедение противоположное тебе вегетарианство? Типа того, но в разы лучше? Бог? Бог-бог хряк? Да, он пожертвовал собой, чтобы показать, какими славными бывают сосиски Жутковато, пожалуй, сменим тему Займышь своими делами До встречи, Агата, увидимся! Так Она поддерживает своих друзей Привет, привет, как дела? Должна быть, это та самая команда тропических монго, о которых говорила девочка-пират Вы ребята из тропических монго, верно? Да, поверить не могу, ты о нас слышала Но хотелось, не хотелось бы расстраивать ее Но мне рассказала о вас девочка-пират Ах, да, совсем недавно бедняжка упала и поранилась Будем надеяться, что она скоро поправится и мы по ней скучаем Похоже, они тренируются Вы тренируетесь? Ага, мы записались на конкурс Слейся с полом и усиленно готовимся к нему Они хороши, у вас неплохо получается Спасибо, но чтобы победить, нам нужно больше тренироваться Тропические монго довольно странное название Как мы придумали название Тропические монго? Нам помогли друзья из студии мон... Ха-ха-ха Короче, это студия, которая сделала эту игру Делающие видеоигры Мы назвали команду Тропических монго в их честь Они такие же крутые, как мы Это нас и объединяет Давай сменим тему У них крутая аудиосистема Вам здесь разрешили пользоваться аудиосистемой? На нас всем плевать Они даже не заметили аудиосистему Позволю и дальше поддерживать друзей Оставлю тебя с друзьями Хорошо, увидимся Ну не знаю, выглядит дерьмово Его одежда явно не годится для брейк-дэнса Привет, привет, подруга Танцуют только двое Почему ты не танцуешь? Мы с Сарой потренировались Теперь их очередь У него неподходящая для брейк-дэнса одежда По-моему, у тебя не очень-то подходящая одежда для брейк-дэнса Вообще-то, мне очень комфортно Я прям слился с полом Не буду его отвлекать Ладно, я ухожу Не волнуйся, милая Мы еще увидимся Боже, какой-то гопник Учит А, это тот парень Красавчик Гений Который у... Так, какой-то драг-дилер стоит Похоже, им правда интересно то, о чем рассказывает их друг Привет, девчонки Привет Они занимаются учебой на игровой площадке Чем вы и занимаетесь? Мы изучаем квантовую механику Кот Шрёдингера жив или мертв, как ты считаешь? Жив или мертв? Жив и мертв одновременно Это невозможно, мы отдаем предпочтение классической физике Мертв, мертв А вот и нет, очевидно, что он жив Давайте скажем жив Жив Вот как? А мы думаем, что он мертв Ха-ха-ха-ха-ха Мертв, а вот и нет Че нужно... Ну, хорошо Я не знаю Я не знаю, честно Но все равно ответ Не важно то, что ты ответишь Важен сам факт дискуссии Мы не достигнем консенсуса Консенсуса Нужно сменить тему Они хорошо одеты и накрашены Вы обе прекрасно выглядите Спасибо, мы носим одежду по очереди Похоже, этот парень очень старается У вас хороший учитель Похоже, он знает, о чем говорит Джастин, он великолепен Он разбирается в квантовой физике лучше всех в округе Лучше мне оставить их учиться дальше Можете заниматься дальше А я пойду Хорошо, спасибо, увидимся Похоже, он знает, о чем говорит Не хочу его отвлекать Похоже, на кого-то... Похоже, он кого-то ждет или что-то прячет Ты ведь Маркус, не так ли? Да, это я, че тебе? Он выглядит подозрительно Тебе не жарко? Жарко, я весь потный Но такова жизнь профессионального торговца А, значит он торговец Профессионального торговца? Ага, обмениваю вещи Если у тебя есть что-нибудь, что тебе не нужно То я могу обменять И на что-нибудь из своего товара Как и у всех торговцев У него должен быть поставщик Откуда ты все это достаешь? Он оследовал от моего старика Он был исследователем в НКО Когда он умер, то оставил мне все это добро Может быть, может у него есть что-то полезное А что за вещи у тебя есть? Я ждал от его вопроса Готовы? Нихера! Что-нибудь понравилось? Еще раз Покажи-ка еще раз Не, ну конечно, винтовка Или бомба, чтобы проделать проход Ну что скажешь? Бомба Мне кажется, я видел у тебя бомбу С дистанционным управлением Можешь устроить хаос в округе, не вставая с дивана Могу предложить овощное пюре На овощное пюре обменяешь? Нет, может что-нибудь другое Туалетная бумага Обменяешь на туалетную бумагу? Ты шутишь? Ни за что Может быть, на что-то другое? Баллончик с... Так Бомбу он не хочет Мобильник Я точно видел мобильный Новая веха скандинавских технологий С ним даже можно разговаривать На контейнер Неплохо, но этого недостаточно Туалетная Ясная Прямо сейчас я не заинтересована Но все равно спасибо Без проблем, возвращайся как захочешь Так, она сейчас ударит током Да Когда-нибудь я уничтожу эту школу, клянусь Так Курица-гриль Замечательно Так Так Так, ясно Мы Слишком рано возвращаться обратно в класс То есть Нам надо На что-то все-таки Обменяться с ним Она заперла Так, а что если мы ей дадим А, это мячик с туалетной бумаги Понятно То есть это мячик Так, а если мы В туалет Бумага довольно быстро растворилась От нее ничего не осталось Не уверена, что это хорошая идея То есть туалетная бумага нам Вообще была не нужна То есть мы ее сорвали просто так Я понял Так, ладно Пойдемте отсюда Ну-ка А если я ему дам завтрак А он мне сам предложит На что обменять можно У меня есть кое-что Что может тебя заинтересовать Здорово Позволь мне показать Что у меня есть Может баллончик с краской Что-нибудь понравилось Баллончик с краской У тебя же есть баллончик с краской Да, для городских декораций идеально Полагает и художница Овощное пюре Одно из моих любимых блюд Да, и сделка выгодная Держи Так, понятно А, только на это он обменялся С тобой приятно иметь дело Наслаждайся баллончиком с краской Так, а Понятно А, у нас есть баллончик с краской Может быть теперь нам надо Нарисовать граффити в сортире Например, вот здесь Да Логотип Круто Все получилось очень круто Верно Закрыто, но Так А если еще раз Все, мы все сделали Хорошо, давайте уйдем отсюда Так, чего-то я не... А Вот Упс Меня застукала учительница Я думал, она Всецело поглощена Своим телефоном Похоже, что она Попросту выжидала Пока я сделаю Что-нибудь злостное Чтобы наказать меня Ну да ладно Посмотрим, куда она меня тащит В кабинете директора Какая неожиданность Это не первый раз Когда меня исключают Из школы Иногда за Невнимательность на уроках А иногда за Издевательство над учительницей Она про Он просто говорит Мне Я исключаю тебя на неделю Когда я прихожу домой Мои родители Да уже знают, что случилось И они всегда говорят одно и то же Что я должна быть внимательнее Что я должна уважать учительницу Как меня это достало Пора покончить с этим Большинство людей Я не переношу Да и кроме них В этом мире Полно ужасных вещей Их необходимо искоренить Я добьюсь этой цели Завершив мой тайный проект Механика Тогда в моей власти Будет весь мир И смогу сделать его таким Каким захочу Я выжму Максимальную пользу Из моего исключения И воспользуюсь этим временем Чтобы закончить проект Когда я соберу все Недостающие детали Я смогу воплотить проект Механикам жизни Вот чем она занималась И мы сейчас это сделаем Давайте найдем их Мой постер Николы Тесла Потрясный чел Оооо Отлично На постере я написал Список деталей Необходимых для проекта Механика Здесь расположены Необходимые для проекта Детали Если вы не знаете Что это за деталь Нажмите на нее И я вам все объясню Когда нужная вещь будет В инвентаре Выберите детали Из списка Которые вы хотели бы собрать А затем И затем нужную вещь Из инвентаря И когда у нас будет Все нужные детали Мы должны пойти В мою спальню И поместить их В пневматическую трубу Которая находится За постером Через нее Они попадут В сборную машину Ну что ж На этом все Давайте искать детали Прикольно, да? Панели, отражающие лучи света Для этого мне понадобится Видеокамера Бочка с воспламеняющей Жидкостью Очень пригодится Мне нужны снаряды Которыми я могла бы выстрелить Зажигательный механизм Который может что-то поджечь Эти маленькие кусочки Можно использовать В качестве шрапнели Для этого мне нужна Циркулярная пила Нужно что-то На чем можно было бы Смотреть видео Типа экрана Мне нужен ультра Ультра Коротковолновый передатчик Также нужна Приводная цепь Мне нужен способ Двигать большие объекты И воздушный насос Чтобы надувать вещи Пока они не взорвутся Прикольно В пневматическую трубу Я помещаю компоненты Необходимые для моего проекта У нас все еще нет Нужных деталей Нужно продолжить поиски Прикольный музон В шкафчиках нет Ничего интересного Так у нас там почта Осколки из зеркала Я все равно В него редко смотрелась Кстати говоря И вот Ну Первая деталь Нет Хотя Ну блин Что пригодили Могли бы Могли бы Сыграть роль шрапнели Отчасти Молоток Отвертка И гаечный ключ Отлично Понятно Набор инструмента Которые пригодятся нам Хорошо Так давайте Попробуем поместить Нам стоит попробовать Ясно Ладно Я могу использовать компьютер Для оправки электронной почты Если же письмо придет мне То экран будет мигать Я у компьютера Я получила письмо От Робо подкаст Итак Посмотрим письмо От Робо подкаст Примите участие В нашем конкурсе И выиграйте Бесплатную Мультимедийную систему Если вы правильно Ответите на вопрос То выиграйте приз Мультимедийная система Пригодилась бы Для моего проекта Посмотрим на вопрос Для управления Каким Из перечисленных Гигантских роботов Необходимы два пилота Евангелион 01 Мазингер Z Оптимус Прайм Нет Оптимус Прайм Это вообще Машина Сам по себе Бродяга Бля Подождите Евангелион По-моему Нет Мазингер Z Я не помню Но Оптимус Прайм Бродяга Вообще Что за бродяга Так Я не уверен Оставлю Пойду поищу Ответ на вопрос И отвечу Как найду Прочитать манифест Проекта Механика Посмотрим Итак Проект Механика Это план По уничтожению Всего Что мне не нравится Классно звучит Ну да ладно Вернемся К чтению манифеста Я Ника Ален Мне 7 лет И меня тошнит От этого мира Мои родители Не заботятся Обо мне Я безразлична Брату В школе Нас не учат Ничему полезному Только массе бесполезных вещей По этим причинам Я желаю уничтожить Все что мне не нравится С проектом Механика Я смогу воплотить Мое желание в жизнь Сначала мой дом Затем школа Затем город Затем весь мир Я избавлюсь от всего Скучного и бессмысленного И тогда этот мир Станет значительно лучше Если ты мне нравишься Ты Если ты мне нравишься Ты исчезнешь Если ты мне не нравишься Прячься Механика уже близко Видимо ты не исчезнешь Имеется Хотя Мощно Как только я закончу Работу над проектом Я распространю этот манифест И приступлю к его исполнению Вот так что теперь Выход Давай-ка вернемся К нашей миссии Да В общем узнаем ответ На этот Касательно робота И тогда Ответим Ух мы не видели А Дом Такой Да Вот в таком формате Чучело птицы Который купил мой дед Когда бабушка Вышвырнула его на улицу Лампа Ничего особенного Так мы зажгли Фотографии Со свадьбы моих родителей У нее неплохой дом Да ребята Лучше чем у Агаты Так это наш брат Грязные носки Так И мы получили грязные носки Отлично Постеры любимых фильмов И игр моего брата Моему брату Постеры с играми И фильмами По душе больше Чем постеры С обнаженными девицами Понятно Фигурки персонажей Похоже он играет В колоссус даун Что это за игра Дэн Колоссус даун И это жесть Ника Это жесть Ты забираешься Внутрь робота И выбиваешь Дерьмой Загружающих Попробуй его довести Дэн Ты всегда проигрываешь Ты просто вечный нуб Смирись с этим Уже почти 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 Еще чуть-чуть Нет Откуда он взялся Похоже у меня Не получится его отвлечь Деннис Мне нужно тебе Кое-что сказать По-моему я влюбилась в тебя Они снова меня убили Прекрати меня отвлекать Может быть Если я заговорю О его любимой игре Тогда он обратит на меня внимание Тебе уже пришло Коллекционное издание Дьюти Кол Что Дьюти Кол Точно Я же жду коллекционное издание Когда его пришлют Уведомление Придет на мою электронную почту Тогда я пойду И заберу его И хватит меня уже отвлекать Я близок к победе Они снова убили меня Возможно мне стоит вернуться К моему Я оставлю тебя в покое Ден Ясно Куча отсылок Там Кратос стоял Из Гаду Фуары И не только В общем прикольно Цветы вышитые моей мамой Она очень любит Их всем показывать Ой Корзина для белья Она Она не слабо трясется Она уже включена Так а что если Я грязные носки Как-нибудь постараюсь Запихнуть Так стиральная машина Включена Ясно В доме мы бегать не можем Как и В той части Только передвигаться Заколочен Эту комнату родители Готовили для моей маленькой сестры Но она родилась мертвой Им было больно Они заколотили комнату Чтобы никто в нее не заходил А я бы хотел зайти Дед Ха-ха Фотография моей бабушки Размари в молодости Нифига себе Не трогай фото бабушки Размари Это оно священно Мой дедушка Папа моего папы Похоже на банку Люминесцентной краски Не могу дотянуться Дверь закрыта Так А нам дотянуться нечем Он выглядит подавленным Что случилось дедушка Ты выглядишь грустным Эх я скучаю По бабушке Размари Мы были очень счастливы Вместе Но она больше Не хочет жить Со мной Узнаю Почему они поссорились Узнаю Почему вы с бабушкой Поссорились Я не помню Ника Из-за Сущей глупости Вот почему Я не могу вспомнить Да вот она Не забыла Вместо того Чтобы сидеть здесь Он мог бы пойти И поговорить с ней Почему ты не пойдешь К бабушке домой И не поговоришь с ней Я пытался Но она становится Очень агрессивной Когда видит меня Начинает орать Что убьет меня И все потому Что я не помню Что сделал не так Давай сменим тему Похоже что он Что-то пишет На печатной машинке Ты что-то пишешь Письмо твоей бабушке Прошу у нее прощения Я прошу Я просто не могу вспомнить Чем я обидел ее Поэтому я не знаю За что просить прощения И пока я не вспомню Что натворил Я не смогу Написать письмо Эх Он впадает в бешенство Когда я пытаюсь Прикоснуться к фотографии бабушки Почему ты не позволяешь Мне взять фотографию бабушки Потому что Там есть самое место И я не хочу Чтобы ее кто-то брал Он явно должен знать Для чего нужна Так краска на балконе Для чего нужна Так краска на балконе Для моих личных нужд Я не спрашиваю тебя О твоих личных нуждах Да нет Не спрашиваю Поэтому прекрати С тобой одни вопросы Какой же он нервный Оставлю его в покое Пусть пишет письмо Не унывай дедушка Увидимся позже Эх Сука старый дед тупой Ладно пойдемте О Мы можем наверное На кухню пройти Или что-то Тогда нам так и не удалось Это сделать Часы не работают Как и все остальное тут Собрание картин Уникальное творение Вау Искусство Все дела Телевизор Слабость моей мамы В данный момент Он выключен Диван между подушками Могло стеряться Что угодно Для того чтобы включить Мне нужен пульт Так Дайте-ка я поднимусь наверх Перед тем как войти Я хочу попытаться Вот что сделать Нет Нет не могу Я просто подумал Что с помощью инструментов Может как-то взломать Эти вот доски Так а вот и наша мама Красотка да такая Кофейник Моя мама без кофе не может Не люблю кофе Да ей не нужно Оно мне Энергии у меня всегда полно Микроволновка Лет сто уже ей не пользовались Чаша с фруктами Так мы взяли фрукты Это моя мама Она прожигает свою жизнь За просмотрами ток-шоу И другой дряни по телевизору Эй мам Ты подумала о своем поведении Не дави на меня пожалуйста Фух Ты видела какие уродливые платья Носят эти женщины Так о чем мы говорили Не важно Странно что она не у телевизора Почему ты не у телевизора Я не могу найти пульт Хорошо что у меня есть журналы Ну и корова Посмотри на размер ее задницы На ней слишком много косметики Почему ты так сильно красишься Сильно? Разве? Не может быть Я следовала советом из журнала Спрошу ее Сделала ли Сделала ли Сделала ли она То о чем я ее просила Ты записала меня на курсы Передовой робототехники Курсы чего? Ага точно Я записала тебя в театральный кружок Когда ты начнешь слушать меня? Ты меня вообще слушала? Я просила записать меня на курсы робототехники Привет Привет Ника Что тебе нужно? Я тебя ненавижу Мне бы так хотелось родиться в другой семье На самом деле жалко ее Да Так это задний двор Да? Наш? Да Это мой ансон Иногда он заходит к нам поиграться Так а вот наш батя Коллекция наград моего отца И все заработано с мотоциклами Может как отец Он никакой Но в этом он действительно хорош Награда моего отца Так ну Мой папа мистер Ален Он собирает И чинит мотоциклы И очень в этом преуспел Папа мой учитель Целый день в телефоне играется Он о ничем у меня не учит А всем остальным все равно И посылай меня в эту школу Ты только зря тратишь деньги Все школы одинаковые А это Находится ближе всех Ну Не важно Скоро я разнесу свою школу И уничтожу все школы На всем милом свете Ну а после этого Я создам свою систему образования Где каждый ребенок Сможет изучать то что захочет Когда я закончу проект Механика мир кардинально изменится Ника о чем ты А ни о чем В школе так классно Интересно над чем же он работает Что делаешь Я записался на Чоппер Джем Посмотрим Смогу ли я собрать себе Мотоцикл за 48 часов Никогда не позволяет Помогать ему Он даже не научил Меня ничему В области механики Но почему ты не разрешаешь Помочь тебе Мне лучше работает Забуденочка Тем более ты слишком молода Для этого Эту мастерскую Я тоже разрушу Что ты сказала Просто восхищаюсь мастерской Ладно хорошо Пойдемте Время выйти из дома И отправиться на поиски вещей Которые нам необходимы Вообще прикольная система Вот с поиском этих вещей С такого списка Так ребята Ну а здесь мы с вами Наверное и остановимся Надеюсь вам Понравилось По моему очень даже здорово Как мы теперь смотрим На все со стороны Можем посещать Места и вещи Кстати говоря Вон балкон да Места и вещи В которые раньше попасть не могли В общем ставьте лайки Подписывайтесь на канал Вот пишите комментарии под видео Не забывайте подписываться На группу вконтакте И группу в стиме Там уведомления о новых роликах Сторонней информации И прочие полезные Музыка после прохождения игр Также у нас там Уведомления о стримах И многое чего другое Если я еще вконтакте Канал отмечаю Все ссылки в описании под видео Не хворайте не болейте Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok